С городом Радио Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день, в эфире Радио Болтком, проект «Культурная линия» И на связи с нашей студией российский режиссер и сценарист Николай Лебедев Здравствуйте, Николай Здравствуйте Очень приятно видеть и слышать вас в нашем эфире Николай Лебедев А мне вас, спасибо Режиссер таких всенародно любимых фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», фильм «Звезда», который считается, что он теперь в принципе входит в списки лучших фильмов о Великой Отечественной войне И информационным поводом для нашей встречи стало то, что Николай недавно завершил съемки нового крупномасштабного международного проекта под названием «Нюрнберг» А октябрь в Латвии – это месяц освобождения всей Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков Поэтому, в общем-то, тема исторической памяти, связанная в данном случае, в данном контексте с кино, вот она у нас будет сегодня актуальна Мы проводим эфир при участии наших коллег, журналистов из Международного медиаклуба «Формат А3» Мы получили очень много вопросов для Николая, постараемся максимально задать их И начнем с Нюрнберга Николай, вот в прессе ваш фильм называют шпионским блокбастером А как вы сами определили жанр этой картины? Вы знаете, когда-то, уж раз вы упомянули звезду, ко мне на съемочную площадку приехал Станислав Сергеевич Говорухин Он снимал телевизионную программу и брал у меня интервью Мы сидели с ним на лужайке, прямо на траве И я начал теоретизировать о том, каким я вижу жанр картин Он говорит, ну это, знаешь, критики разберутся, ты лучше скажи И задал какой-то очень простой вопрос Я думаю, что критики разберутся А мое дело сделать картину человеческую, драматичную, эмоциональную Чтобы она вызывала очень сильную эмоцию и вызывала раздумья О том, как история отражается в сегодняшнем дне А что касается жанра, то я об этом думаю меньше Николай, вот ваши слова Выбрать проект – это означает полюбить Вот вы выбрали этот проект, вот сейчас данный период И тема сложная, тема очень тяжелая, очень болезненная Как вы за нее взялись? Почему именно это? Вы изучали документы или базировались на книге? То есть что послужило таким мотивом вашим основным? Конечно же, я изучал документы И, конечно же, я прочел достаточное количество книг на эту тему Воспоминания очевидцев И сценарий основывается на книге Александра Звягинцева Которая называется «На веки вечные» Но помимо этой книги Большим подспорьем и основой Конечно же, стали документальные книги В том числе самого Звягинцева И тех людей, которые были на процессе Скажем, Бориса Полевого и других Поскольку это факты, факты И еще раз факты Что же касается самой темы То сразу после экипажа Когда я искал материал для новой картины Нюрнберг возник среди прочих тем Я понял, знаете, что он как пепел класса Все время стучится в сердце Возвращается, вроде как уже занялся другим проектом Вот эта тема не дает покоя И не с точки зрения политической А с точки зрения человеческой Прежде всего Потому что уж больно Жесткое было время И очень похожее, как мне кажется, на наше нынешнее Ну, слава богу, нет войны И надеюсь, что это как раз мы обойдем Но все равно человечество было В стадии После катастрофы, назовем так Когда людям было очень трудно понять Куда двигаться дальше Вот все, что можно было Разрушилось, сломалось А самое главное Сломались и были уничтожены Человеческие ценности Ценность человеческой жизни Мораль, нравственность И вот это состояние человека После катастрофы Как выживать, за счет чего Как двигаться дальше Как не сломаться самому Вот это меня Как-то очень Как оказалось, волнует И об этом история Вот журналист Елена Смехова Газета «Суббота» спрашивает Несколько лет назад Когда на встрече со зрителями В Риге вы сказали Что фильм «Звезда» — это реквием по моей семье В нем мелькают фотографии моих родных Лежит ли какая-то ваша личная Может быть, семейная история В основе фильма «Нюрнберг»? Да На самом деле Мы всегда рассказываем Одни и те же истории Потому что Они составляют нашу суть И «Нюрнберг» — это посвящение Моим близким Моим родителям Главные герои Носят их имена И в основе фильма В сюжетной основе В фабульной основе Лежит история Произошедшая с моим отцом У которого война разрушила все Он был ребенком тогда И он всю жизнь искал могилы Своих близких Своего брата, в частности Девятнадцатилетнего Который погиб Под Веной А сейчас мы с братом ищем И Ну, в общем, эта история является Какой-то завязкой Действия в фильме И главные герои Носят имена ваших родителей Мамы и папы? Да Не все просто, да Какая-то у вас получается Газета сегодня спрашивает Вы объединяете на съемочной площадке Актеров разных стран Потому что это действительно Масштабный такой международный проект Как они находят общий язык И как вы добиваетесь Чтобы они Вот как-то задышали Единым духом Духом вот Вашего кино Знаете, они находят общий язык Замечательно Это, по-моему Придумки Людей, которые нас стремятся Разъединить А их таковых много Какие мы разные Как мы плохо слышим друг друга Как мы не понимаем Друг друга Какая ерунда Ну, допустим, я уже 20 лет Работаю с оператором Ириком Хартовичем Он снимает все мои картины Он поляк Который уже с 80-х годов С начала 80-х Живет и работает в Голливуде В польской школе И ментальности И американская И американская выучка И мы замечательно находим общий язык Всегда И здесь, на этой картине Я много работал И по всему миру И во Франции И в Германии И в Чехии И в Австралии И в Швеции И в Великобритании И в Штатах И мне кажется, что люди Когда хотят найти общий язык Они его всегда находят И эта картина Абсолютно меня в этом Еще раз утвердила В этом мнении У нас снимаются актеры Из множества стран Из Германии И из Чехии И из Великобритании И из Соединенных Штатов Видите, я называю Те же самые страны Из России, конечно же И съемочная группа Из Дании Много действительно стран задействована И съемочная группа Разношерстная Из разных стран И российская, и чешская И часть специалистов Из Словакии Много Разных людей И как-то все находят Общий язык очень хорошо Нет противоречий Николай Нет никаких Нет, нет Наоборот Вы знаете, общее дело Во-первых, это соединяет А во-вторых Ну мы смотрим В принципе Это одинаково на жизнь Мы все хотим Чтобы все было хорошо Чтобы Чтобы эта история Не повторилась А что основным Послужило для вас Вот когда вы Подбирали Отбирали актеров Из разных стран Большое количество Да То есть Как вы это делали? Ну вы знаете С одной стороны Существовало Такое утилитарное Утилитарное требование Дело в том, что Картина многоязыка И действительно Многонациональная Потому что В Нюрнберге Собрались представители Разных национальностей И Прошли времена Они были хорошие В чем-то Когда Ну скажем Прибалтийские актеры Играли Представители Запада Обязательно Замечательные актеры Но сейчас Это В общем Такая условность Не пройдет Как мне кажется В полном масштабе Во всяком случае И Нам нужно было Чтобы Немцы Играли немцев Англичане Англичан И так далее Чтобы это было Убедительно Чтобы Не было Такой уж Условности В происходящем Это раз Второе Что мне было Очень важно И что сложно было На самом деле Воплотить Дело в том, что Сейчас Выбор актеров Ведется по интернету И Понять Что за человек Перед тобой Очень сложно И надо было Просто почувствовать Это попытаться Как-то То есть онлайн Да Проходил Онлайн Да Иногда мы Виделись Первый раз Прямо на съемочной площадке И я по фотографиям По Тем работам Которые уже были Сделаны актерами Пытался Сложить ансамбль И На самом деле Я пытался угадать Что они могут Сделать другого Потому что Уже было сделано Зачем повторять И вы знаете Это в итоге Получилось Получилось Сложить Команду И люди Очень точно Чувствовали Друг друга Актеры Я имею ввиду И Чувство партнерства Было очень сильным Хотя Они встречались На площадке Как правило Первый раз Видели друг друга А надо было Играть иногда Любовные сцены Или что-то такое В общем напряженное Эмоциональное Они очень точно Понимали друг друга Люди Еще раз подчеркиваю Из разных стран И говорящие На разных языках Это очень здорово Очень здорово Это внушает Большую надежду Что все будет хорошо И во всем мире Раз уж На съемочной площадке Мы можем найти Общий язык Николай А газета сегодня Спрашивает Что у вас В свое время Была идея Пригласить Кевина Спейси У вас сниматься А в какой роли Вы его видели Сейчас можно уже рассказать Можно речь шла О проекте Мастера Маргариты Ну на самом деле Я если уж честно говорить Я хотел Чтобы роль Главная роль в картине Ну все равно Из главных сыграл Олег Мишек Мастера Нет Воланда А вот В Нюрнберге В этом проекте У вас на съемочной площадке Впервые встретились Вместе Встретились Евгений Миронов И Сергей Безруков Да Это было неожиданно Я не знал Что они никогда Не снимались в кино В театре Они играют В одном театре Играли И продолжают играть По-моему В одних сценах И даже одни и те же роли Воспитанники одного мастера Олега Павловича Табакова А как вот проходил Их отбор Как вам со звездами Работается Такого масштаба Отбор Вы можете им сказать Нет Не подходишь Я взял телефон Позвонил Миронову И сказал Женя У меня есть роль Он сказал Давай Я позвонил Безруков Сказал Сереж У меня есть роль Он сказал Давай И так Произошел отбор Встреча произошла Вот Евгений Мы знакомы были Мы с Мироновым Много работали вместе У нас связывали Очень тесные Профессиональные Дружеские отношения И я очень рад Что мы вновь Встретились на площадке Что касается Безрукова То очень давно Лет 25 Мы познакомились И с той порой Все пытались Поработать вместе И договаривались И что-то не получалось А вот сейчас На сей раз случилось Причем Они оба Даже сценарий Поначалу не читали Они сказали Давай Сразу И это тоже Очень важно Для меня Потому что Человеческое доверие Профессиональное доверие Вот Евгений Миронов В фильме Нюрнберг Играет главу Группы разведчиков И он Рассказал Что Вот его персонаж Говорит о том Что этот процесс Мы делаем Не только ради Жертв Но и ради будущего Ради детей Чтобы потом Не пришлось доказывать Что на нас напали А не мы Потому что Такая версия Гитлеровцев была Что они просто Упреждали удар Вот Как думаете Ваш фильм Будет показан В других странах Потому что Сегодня Вот в принципе Как в кривом зеркале Уже перепутано Кто жертва Кто преступник Вот у нас Например В Латвии На территории Латвии Был концлагерь Саласпилс Были массовые Убийства Евреев Сожгли Большую Хоральную Синагогу Вместе с людьми А сегодня Людей Которые освобождали Вот узников Из этого концлагеря Считают Уже не освободителями А оккупантами То есть Вот Чтобы Это увидели И услышали В разных Других странах Как вам кажется Ваш фильм Мне кажется Что Это очень больная Тема Потому что Пересмотр истории И зачеркивание Того что было К несчастью И это доказано В самой истории Ведет к повторению В той или иной форме Этих ошибок Или этих кошмаров Правильно было бы сказать В данном случае Я Надеюсь Что картина Обретет своего зрителя И Самое главное Что Мы сможем Рассказать О том Что Происходило Разумеется Не обо всем Потому что Сам процесс Длился целый год И Поднималось множество тем И было множество проблем Самых разных Но в целом Расставить Те акценты Которые Существовали Тогда А я это знаю По материалам По документам И на самом деле Все это знают Кто хочет Не те Кто роется В грязном белье А те Кто смотрит На Происходившего Ну в общем В объеме Мне кажется Что Я надеюсь Что картина Расставит Расставит Эти акценты И я надеюсь Что мы будем Услышаны Это все Что я могу Сказать Где и как Это будет Показано Это в общем Отдельный разговор И зависит Это как вы понимаете Не только от Дистрибьюторов Но и от политических Каких-то вещей В данном случае Это тем более Ну так Идея Главная Сверх идея Картины Наверное Гуманитарная Да В первую очередь Вы знаете Когда я занялся Этим проектом И Стал думать о том Что же меня Больше всего Волнует В истории Нюрнберга Я понял Что Меня это В общем Поразило Сегодня Хотя я знал Это и раньше Но я еще раз Увидел Насколько же После катастрофы Человечество Хотело Объединиться Насколько люди Хотели Объединиться И понимали Что Именно Разъединение Ведет К повторениям Катастроф Как это было После первой Мировой войны И Несмотря на Сложности Все сложности Которые происходили На фоне процесса Политики На самом процессе И была ведь Надежда Что Из-за Фултонской речи Скажем Черчилля Все развалится А вот не развалилось Все равно Все довели до конца И Расставили точки Над И Да и сам Черчилль Который произнес Эту самую знаменитую Фултонскую речь Которая фактически Начала холодную войну Он ведь был Не таким Простым Однозначным Человеком Он прилетал В Россию В Россию В Советский Союз И не раз Он встречался Со Сталином И в Москве И в Ялте И в Тегеране И потом В Потсдаме Они понимали Все-таки Насколько важно Уметь общаться Даже если Взгляды не сходят Ибо Как говорит Русская поговорка Худой мир Всегда Лучше Добрый Сорок И мне очень Важен этот урок Нюрнбергского процесса Люди объединялись Люди разных наций Понимая Что только Объединение Защитит От Тех кошмаров Которые Случились В начале Прошлого века И в середине Прошлого века Вот Эта мысль Лежит в основе Картины Сергей Безруков Играет главного Обвинителя На нюрнбергском процессе От СССР И вот он В интервью Признается Что на съемках Его душили слезы Дрожал голос А вот Лично для вас Какие моменты Детали Связанные с сюжетом Процесса Стали личным Каким-то потрясением Вы говорите Именно о процессе Или об истории Нашей картины О нюрнбергском процессе То есть Вот Факты Документы Вот что вас Как-то Проняло Особенно Я не могу Назвать Отдельные Факты Дело в том Что я все-таки Человек Достаточно Продвинутый Не могу Сказать Что очень Подробно Знающий Историю Второй мировой войны Но все-таки Знающий И Понимающий Что творилось Да и сам Нюрнбергский процесс Он В общем Открыл Глаза Многим Кто не знал Понимаете Я знал Я это все видел Я с детства Эти книги читал Не в том числе О нюрнбергском Процессе Я видел Эти фотографии Но Когда Это все Собирается Опять вместе Я никак Не могу Понять Как это Могло Произойти Вот это Абсолютно Честно И я Смотрю На лица Людей Которые Стояли У руля Гитлеровской Германии Я слушаю Геринга Который Обладал Невероятной Харизмой На самом деле Три минуты Послушаешь И прям Заслушаешься При том Что я немецкий Не понимаю Я не понимаю Как люди Обладавшие Умом Интеллектом Стержнем Как они могли Пойти По этому пути Вот это Меня поражает Больше всего И на самом деле Именно Это Одна из важных Тем Картины Это не были Просто Однозначные Чудовища Как раньше Там В карикатурах Рисовали Жирная Свинья Герия Ну Свинья Ты же не Ассоциируешь Себя С жирной Свиньей Когда ты Понимаешь Что это Умный Человек Интеллектуальный Человек Харизматичный Человек Как Такой Человек Как Человек Которому Бог Послал В общем Ну И мозги И определенные Чувства И эмоции Он любил Свою дочь Как он мог Вот это я понять не могу Это меня по прежнему Потрясает И я думаю Что очень важно Понимать Что гений И злодейств Это вещи Совместимы И Кейтель На процессе Прилюдно Называл Гитлера Гением Я понимаю Что он имел ввиду Поднять Страну Гёте Шиллера На такое Ну Это надо Обладать Большим гением Страшным Гением Вот как гений Не повернуть В такое русло Это Очень серьезная тема Для разговора Николай А вот многие Очень спрашивают О вашем проекте Отложенном Мастер Маргарита Как сейчас Обставят дела С этим Расскажите пожалуйста Мне особо Нечего рассказать Он не отложен Он закончен Он остановлен Сейчас снимается Другой проект По другому Сценарию По другим режиссерам И другими актерами Это все Что я имею вам сказать А вот В принципе Ваши Фильмы Становятся Хитами Хотя Вот военная Тема Сама по себе Особенно Когда вы начинали Делать звезду Тогда вообще В российском Кинематографе Эта тема Ну вообще Никак не могла Считаться Какой-то там Кассовый Выигрышный Спортивная тема Тоже Знаете Спортивная драма Вроде как И вот как вам Удалось Сделать И звезду И легенду Номер 17 Хитами Вот так Расскажите Я не могу Это рассказать Потому что я не знаю Я просто рассказывал Истории Которые меня Очень сильно Волновали И я их Не мог не рассказать Знаете Как Классик сказал Не могу молчать И я не мог Молчать Я рассказывал И мне в голову Не могло прийти Что Картины станут Коммерческими величинами Я просто думал о том Как важно Передать эмоцию Которую я испытываю И те раздумья Которые Связаны С этими темами Зрителям И я очень рад Что зрители Откликнулись На это Это в общем Самого дорогого Стоит На самом деле А если бы у вас Была вот сейчас Возможность Взяться За экранизацию Классики Вот Дали бы Все возможности Что бы вы Выбрали Ух ты Ну я бы выбрал Мастера и Маргариту Который бы Который К сожалению Не состоялся Которым бы Меньшиков сыграл Воланда А Кевин Спейси Мастера Я не буду Открывать всех Секретов Пусть будет интрига Ну как бы то ни было Вы спросили О классике Я Об этом говорю А еще Что Ох Понимаете Какая штука Хичкок на эту тему Правильно говорил Что Классику Экранизировать Очень сложно И опасно Потому что Шедевры Уже сделаны Вот В том виде В том В той форме Которая они должны Были быть сделаны Поэтому Умный И хитрый Хичкок Он брал Как правило Литературные произведения Второго сорта Второго ряда Скажем так И он же Практически Все его картины Сняты По Тем или иным Литературным источникам Но это В общем Малозаметные источники Он их превращал С помощью кино Шедевры Поэтому Бывает Что Хочется взяться За Очень простую историю Но ты понимаешь Что у нее Большой Кинематографический Потенциал Поэтому С классикой Я очень осторожен А как вам кажется Вот Есть такое мнение Что Классика Ну как сказать Уже Где-то Отложенная То есть в школе Там дети прочитали Не прочитали И забыли И отложили И вот потом Появляется экранизация После чего Начинают люди Массово читать Возвращаться Читать эти книги Это же Известный факт Вот например Гоголя Вот сейчас Султыкова Щедрина Что-то такое Поставить Это же Возвращение Человека К таким источникам Очень хорошим Это очень важно Я согласен Но Я не думал О том Что мне нужно Снять картину Для того Чтобы кто-то Вернулся к Гоголю Или к Пушкину Скажем У меня Другие импульсы В этом смысле Но если Я займусь Я думал о Гоголе Допустим О портрете Ну как-то И ломал Над этим голову Но Как-то в итоге Не сложилось Посмотрим Что будет дальше Не знаю Но популяризация Литературная В наследии Это дело Замечательное И действительно Это работает Это правда Я согласен Но Все-таки Важнее сделать Просто хорошее кино Для начала А дальше Уж посмотрим Вот газета Латвийские вести Задает вопрос Вы своим фильмом Легенда 17 Вернули стране Героев Вот во всем блеске Как вот Герой Кто по вашему мнению Продолжил Эту эстафету Вот в кино Имейте ввиду Кто из режиссеров Или Кто Герои Да Герои Которые нравятся На которых хочется равняться Которым сопереживаешь Которыми гордишься Ну это же не было целью Я думаю Что Вопрос-то в другом У нас одно время Было Очень страшная для меня Тенденция Когда Героями остановились Антигерои И они воспевались И авторы их любили Не осмысляли А именно любили И превозносили Искренне совершенно делали это Но Результаты на мой взгляд Были губительны Для Поколений Я не считаю Бандитов героями Я не считаю Тиллеры Красивое слово Может по убийце Я не считаю героями И Мне казалось И кажется По сей день Что героями Это являются Люди порядочные Люди С чувством Человеческого достоинства И поэтому Мне про таких Хочется рассказывать И про Харламова И про Гущина Допустим Из экипажа И его отца Такую жизнь Про весь экипаж Или скажем Те же герои Звезды Слава Богу Такие персонажи Сейчас появляются На экране Это важно Что все-таки Происходит Какая-то переоценка На уровне Массового сознания Общественного сознания Тяжело происходит Потому что 90-е годы Сильно нас поломали И расставили Совершенно другие Приоритеты И Когда вы Произносите Эта замечательная Фраза Ничего личного Это бизнес Такая Прямо играючая Человек чувствует Себя героем Фильма Мне кажется Это большая ошибка И я Очень благодарен Допустим Копполе За картину Крестный отец Которую многие понимают Неправильно По-моему И считают Что ой Какие они хорошие А ой Какие они Нет Коппола показывает Что это все Очень страшно И что в конце концов Это приводит К полному краху И семьи И личности К полному разрушению Мне кажется Вот это важно Все таки Правильно расставлять Связанные с этим Координат организовывать С предыдущим вопрос Рижанка Мария Карра И сейчас магистрантка Театрального училища Имени Щепкина Вот почему Фильмы о том Что в России Было красивого Хорошего Часто в прессе Называют Патриотической пропагандой А фильмы Которые вскрывают Язвы неприглядности От которых страшно И грустно Номинируются Фестивалями Как вам кажется Что сегодня Хочет видеть зритель Доброе вечное Или темное обличающее Магистрантка Театрального училища Имени Щепкина Мне кажется Что Здесь два вопроса Как минимум В фестивале Играют свои игры В общем Мне они довольно понятны Раньше Фестивали Показывали Спектр Жанров И скажем На Венецианском фестивале Как известно Тогда это называлось Киновыставка Одно из премий Получили Веселые ребята Александровы И позже Чуть больше чем на 10 лет Картина Весна Вернее Любовь Орлова За две роли В этой картине Вместе с Ингрид Берман Она получила Приз За лучшую женскую роль Сейчас невозможно Представить Чтобы фильм Кинокомедия Типа Весны Оказался на фестивале Но это Свои Фестивальные Тенденции Не могу сказать Что они мне нравятся Но они таковы На самом деле Фестиваль Это коммерческое мероприятие Раскручивает те фильмы На которые Зритель бы Просто не пошел Сам по себе Как правило Мне это не очень Мне кажется Правильная тенденция Надо все-таки Объемнее на это смотреть Что же касается Картина С хорошим героем И с плохим Что хочет смотреть зритель Зритель хочет смотреть разное Но мне кажется Что Самое главное Чтобы Фильм Ну действительно Заставлял задуматься И Мощную эмоцию Передавал в зал Если Мне не кажется Что зритель идет За отсутствием эмоций За пустотой Он не Не формулирует Это для себя Пойду-ка я И получу Большую эмоцию Но Ради Собственно Он приходит в кинотеатр Даже не за размышлениями Размышления тоже важны Но Все-таки Кино Искусство эмоциональное И через эмоцию Он получает Смысл Ну а вот Что Если фильм Показывает Что-то Вот хорошее Его называют Чуть ли не Патриотической пропагандой Это вот Даже с каким-то Негативным Оттенком Я понимаю Это Но я думаю Что это тоже Просто Пропаганда Просто антипропаганда Свои игры Вот и все Мне кажется Так Если картина хорошая И которая рассказывает О хорошем То что же это плохого Если она плохая То какая разница О чем она рассказывает Если она плохая Но сама по себе Тема Рассказать о том Что не все у нас плохо Допустим Рассказать о каких-то Хороших вещах Мне кажется Это само по себе Хорошо Я не вижу Ничего хорошего В депрессивных Картинах У меня достаточно В жизни проблем И я все понимаю И у каждого Зрителя Я не хочу Видеть Мирк Похожий на Свинар Как говорил На один из персонажей Хичкока Мир это свинарник Ну знаете Наслаждаться этим Не слишком большое Достоинство Я бы даже сказал Мне важны Картины Которые Даже в самых Темных временах Видят надежду Видят выход Потому что Это и есть Путь человечества Чтобы не происходило У нас И в жизни Каждого человека Каждого человека В самые темные времена Мы ищем надежду И за счет этого Выживаем И что-то Хорошее приходит Список Шиндлера Тяжелейшая картина Но она несет Свет и надежду Поэтому для меня Это искусство Картины Которые Спекулируют На На черном На низменном На На том Что все мы умрем Ну умрем Да И Но жизнь-то Продолжается И будет продолжаться Николай Вот вопрос Такой актуальный На злобу дня Как вы восприняли Полет первого киноэкипажа Для съемок в космосе Необходимо ли это Вылетать за пределы На орбиту Чтобы снимать Достоверное кино о космосе Вот вы В экипаже Проводили съемки Практику полетов У вас была практика полетов В кабине пилота Вот Что о космосе Вы думаете? А вы Вы летали в кабине пилота Вот как режиссер Когда снимали экипаж Я чудовищно боюсь Перелет Я летал конечно Но И в кабине в том числе Но Слава богу Это были нормальные полеты Такой акробатики В воздухе Не было у меня Я думаю Что я не вернулся бы Тогда Я думаю Что это большое приключение Большое космическое приключение Но Оно скорее Такого Оттенка пиара По мне Потому что Ну я имею ввиду Ребята Они молодцы И Клим И Юля Они Сделали потрясающее дело Но Кино они будут снимать На земле Ну это невозможно Снимать кино в космосе Там два человека Нужны все-таки Приспособления Нужны Много чего нужно Недаром же Снимают кино Достаточно большие группы Много специалистов Я думаю Что Все равно Картина будет снята На земле Потому что Это просто Для этого Павильоны построятся Можно конечно Снимать в шахте Но очень неудобно Поэтому что Шахту строят в павильоне Неудобно не в смысле Комфорта А в смысле того Что Результат хуже Понимаете Вот так Совершенно не обязательно Идти на Настоящую войну Чтобы снять Фильмы Войны Ну разве что Это документальная кино Николай Вот такой вопрос Кто из латышских актеров Вам нравится? Ну Я сейчас Может быть Уже Менее Посвящен В то Какие актеры В Латвии есть А раньше Я очень любил Латышское кино И скажем Театр Стрейча Я считаю Что Один из самых Лучших фильмов Вообще Я обожаю Эту картину Она у меня В коллекции Я ее пересматриваю Потрясающая Работа Со всех точек зрения И все актеры Там блистательны И Артманы И Калниндж И Целинский И Гаудиндж Ну все И Мне было интересно Как работает Аллоис Бринч Он работал В очень редком Для советского кино Жанре Зрительскому кино Мне очень нравилась Мирза Мартинсон Но она всем По-моему Она не могла не нравиться Скажем В картине Мираж Прекрасный образец Такого Классического Триллера Прекрасно сделанного Вот Мне очень жаль Что сейчас Ну по крайней мере Я не вижу Латвийского кино Так много Но Это кино С потрясающей историей И потрясающими актерами Павлс Да Который играл Я говорю не про Раймонда Павлс Я говорю про актера Который играл В фильме театр Оставника Джин Робертс Потрясающий Кви Артманы У вас Особое отношение было Да Это так Оно и остается Великая актриса Выдающаяся актриса Королева Абсолютно Ну и в фильме Пятер Она просто Необыкновенная Я много видел Постановок Но точнее Работы С таким пониманием Женской психологии Я такого не видел Хотя я знаю Что она не любила Эту роль А мне кажется Замечательно Просто замечательно Николай Вам вопрос Как к педагогу Вопрос от фестиваля Студенческих спектаклей Станиславский.lv Что Среди молодых Представителей Публичных профессий Сейчас Вот молодежь Актеры Журналисты Их стали сменять Тиктокеры Блогеры И Какая-то Внешняя оболочка Стала Головенствующей А внутреннее Содержание Не в топе Вот Вы как режиссер И педагог Работаете с молодыми Актерами И со студентами Вот ваше мнение Об их образованности Какие они Должны ли они Вообще Вот сейчас Современные актеры Быть хорошо образованными Уровни Я думаю Что Мы попали В зону Серьезной Турбулентности И Вот это Изменение В общественных Настроениях Оно Драматически Сказывается Уже сейчас Скажется В будущем Непременно То что Ну какие-то Очень правильные И понятные Ценности Человеческие Они отошли На второй план Я Не понимаю Как можно быть Необразованным Человеком Во-первых Стыдно Во-вторых Это чудовищно Ограничивает Понимаете Человеком Не знающим Управлять Очень просто Я понимаю Выгоду Ситуации Человеком Думающим Человеком Оценивающим Человеком Понимающим Систему Координат Человеком Понимающим Как Что делается Очень сложно Манипулировать И Общаясь Скажем С актерами Старшего поколения Я не общался Допустим С Йозусом Будрайтисом Особенно На темы Культурные Ну хотя О чем-то мы говорили Конечно Я имею ввиду Не то что мы Некультурно общались Но мы не обсуждали Произведение Литературы Но Культурный Багаж Невероятный Культурный Багаж Этого Человека Чувствуется Просто во взгляде Даже Это личность Понимаете Мне кажется Что стыдно Имея возможности Сегодняшние А их больше Чем раньше Больше доступа К информации Больше доступа К книгам Их можно Раньше Очень сложно Было найти Сложно Было Реально И Приходилось Просиживать В библиотеке Идти куда-то Выстаивать очередь Даже Записываться На те или иные Книги Сейчас все Можно получить И не пользоваться Возможностями Мне кажется Это так глупо Потом пройдет Время И человек Все равно Обернется И поймет Что он Очень много Важного В жизни Утратит И себя Очень многого Лишит Потому что Все эти ТикТоки Это прекрасно Там посмеяться Посмотреть Какие-то Картинки Но Они не формируют Личность Николай Нас Смотрят И слушают В том числе И в Молдавии Вот вам вопрос Из Молдавии Вы как-то В интервью Сказали Что в начале 90-х Чуть не погибли Когда начались Национальные войны В Молдавии Что это за история Я не хочу Об этом говорить Простите Это тяжелые темы Которые Я не хотел Которых касаться Потому что Тут уже Ничего не изменишь Мне очень горе Что это происходило В том крае Который был Таким цветущим И таким дружелюбным Удивительно И я до сих пор Когда вспоминаю Ощущение счастья Я думаю Об этих улицах Залитых светом Цветущих каштанах Улыбающихся людях Вот И как легко Оказывается Все поломать Вот это ужасно Вопрос от журналиста Натальи Лебедевой Вы всегда говорите Что режиссер Должен учиться Всю жизнь Чему Вы учитесь Сейчас Вот такой вопрос Сейчас Я Я учусь заново читать Потому что Одно время Я был так занят И настолько Замусорено было сознание Я Разучился читать Я к сожалению Читал много плохого Так получалось Сценарии Допустим Неудачные И это Оттолкнуло меня От литературы А я читал Как-то Запоем И Я понимаю Как этого Мне не хватало И вот сейчас Я учусь читать Заново И как бы я ни был Насколько бы ни был Уставшим Я все равно Возвращаясь домой Пришел сегодня ночью В первом Во втором Часто ночью И все-таки Читал И Еще я учусь тому Чтобы не разучиться Учиться Я преподаю Но при этом Я сам Когда возникает Возможность Я хожу на Лекции Коллег И это Не только интересно Очень Это очень важно Я не могу сказать Что я узнаю Что-то кардинально новое Хотя бывает Что и новое Очень сильно Но Всегда Всегда Вновь услышанное Позволяет мне По-новому Оценить Уже то Что я знал И По-новому Затем это Использовать В профессии Вы знаете Я учусь У Александра Умчимиты Тому Чтобы Не терять Интерес к жизни Я учился И в общем Продолжаю учиться У Владимира Меньшова Он Все время читал Он читал Новые книги Для себя Он Допустим Подарил мне Встречу С книгой Моэма Подводя итоги Он читал ее На площадке Я знаю Моэма Люблю его Но я Не читал Конкретно Это произведение А тут Увидел Меньшова На площадке И Он говорит Ну ты представляешь Ему исполнилось 60 лет Он подвел итоги А потом Прожил еще 30 И я Схватил Эту книгу И открыл Для себя Столько Интересного И важного И сейчас Пытаюсь Пытаюсь Иговорить Своих Студентов Слушателей Все-таки Читать В том числе И Моэма И Толстова И Чехова И Золя И многих-многих Других А вот нам важно Узнать Какая книга Лежит у вас На столе Сейчас? Да, сейчас Что вы сейчас Читаете? Сейчас я вам Покажу даже У меня Лежит Искусство Искусство Толкования Книга Это О режиссуре И при этом Параллельно У меня лежит Агата Кристи Которая Является Очень тонким Психологом И мне нравится Как она наблюдает За происходящим И у меня Лежит Жюль Верн Которую я Сейчас приобрел На собрании Сочинений И Толстой Наш эфир Подходит Потихонечку К концу Напомним Что Гость нашей Прямой линии Режиссер И сценарист Николай Лебедев И мы говорили О том Что недавно Николай Закончил Съемки Международного Проекта Фильм Нюрнберг И вот Такой вопрос Был Нюрнбергский Процесс Снято Много документальных Фильмов Было Написано Книги И с тех пор Все равно Было совершено Еще немало Военных Преступлений И войны Продолжаются Вот Николай Как вы думаете Что спасет мир Мне кажется Надежда И любовь Я не думаю Что человечество Станет идеальным В нас заложено Много Плохого Но очень много Хорошего заложено И В этом вечном Сражении И внутри человека И внутри общества И внутри Всего Человечества В этом сражении Плохого и хорошего И есть Наше движение Вперед Но понимаете Историю учит Что все равно Несмотря на то Что мы проходим Очень черные страницы Периодически Мы все равно Приходим К чему-то светлому Мир не может жить В ненависти Мир не может Существовать В ненависти Мир не может Существовать В зле Сколь бы привлекательным Оно не выглядело И не казалось Я очень надеюсь Что вот это чувство Любви И света Которое Ну изначально Заложено В каждом человеке Оно все равно Будет торжествовать И в человечестве Тоже Спасибо за прекрасную Беседу Будем ждать Выхода Нюрнберга На экран Эфир провели Журналисты Ольга Авдеевич Рита Трошкина И Эфир проходил В рамках проекта Культурная линия И с участием Журналистов Медиаклуба Формат А3 Спасибо вам Николай И творческих успехов Спасибо вам И всем Самого-самого доброго Пусть все будет хорошо Будьте здоровы Субтитры создавал DimaTorzok